Одна из самых ярких финалисток известного шоу об экстрасенсах, если верить ее официальному сайту, сильнейшая ведьма Сибири. В Киров приехала Елена Голунова. Кировские поклонники ведьмы давно ждали ее приезда и встречали прямо на вокзале. А встреча с нашей съемочной группой началась очень странно, если не сказать мистически. Микрофон Елены не включался. Оборудование было абсолютно рабочим и проверенным заранее. Интервью не сразу, но удалось записать. Здравствуйте. Киров встретил нас прекрасно. Энергетика у вашего города очень теплая, гостеприимная. Жители Кирова, как вы видите, подарили прекрасные цветы, рады были нас видеть. Зачем вы приехали? Чем вы будете заниматься в нашем городе? Кто-то приходит устраивать себе личную жизнь, кто-то благосостояние. Я не целитель. Я не могу совершать чудо. Есть люди, которые, приходя, обижаются. Когда им приходится говорить, что у них нет порчи, у них нет воздействия. А человек, допустим, многие годы ходил и занимался выбросом денег. Я не психолог, поэтому говорю то, что есть, а не то, что хочет услышать человек. И если у него нет воздействия, я не буду его изобретать. Вместо того, чтобы наладить взаимоотношения в семье, муж, жена, мать, родственники, дети. Насколько я поняла, что тур этот не первый, не единственный, не последний. Где уже удалось вам побывать? Скольким людям помочь? Тур действительно не первый. Хотя в Кирове я впервые стараешься приезжать, потому что количество людей большое, просят много, поэтому приходится идти им навстречу. Это очень энергозатратно. Как потом восполняете силы, как любите отдыхать? Вопрос не в том, как мы отдыхаем, а как мы кушаем. Хорошо. Нет, не хорошо. Вы не понимаете, о чем идет разговор. И да, это просто в вашем понятии поесть это сходить и покушать, понимаете? А у нас у энергетиков, у нас другое понятие еды. Ну, мы питаемся, восстанавливаем свои силы. Ну, такие, как я, восстанавливают их ближе к миру мертвых. Ну, и последний вопрос. Какие-то пожелания кировчанам есть ли у вас? Жителям Кирова у меня есть пожелания. Прежде всего, побольше недоверия. Слушать себя, то, что внутри. Поменьше быть с большими ушами. Не ходить, куда попало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!